МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если вы следите за последними киноновинками, у вас есть любимый актер или даже режиссер, а может, вы узнаете актеров со спины, тогда это передача для вас. С вами Ирина Вышигородцева. И Мария Ирунич. И это программа Кинокайф. Наконец-то это случилось! В интернете можно найти фильм, который представлял Россию на Каннском фестивале. Я обязательно скачаю. Ты даже не знаешь, что это такое за фильм. Какая разница? Наши представляли Россию на международных соревнованиях, их не сняли за допинг. Значит, фильм хороший, надо посмотреть. Фильм «Ученик» Кирилла Серебренникова. Это же арт-хаус! Ну и что, ты когда смотришь игры на всей сборной, тоже складывается ощущение, что смотришь арт-хаус. Все какое-то вялое, непонятное, медленное. Но ты же ходишь, поддерживаешь, кричишь, страдаешь. Эти полтора часа? Страдать надо не из-за спорта, а из-за любви. Как в фильме «500 дней летом». Правда, это не совсем обычный фильм о любви, а скорее история о несостоявшейся любви. Том – романтик, который верит, что однажды встретит свою единственную, которая полюбит его всегда. А вот Санмер – более приземленная особа, не сторонница серьезных отношений, которые не верят в любовь. Однако «500 дней» с момента первой встречи героев перевернутых представления об отношениях и браке с ног на голову. Опять идут со своими соплями. Не буду я смотреть эти сентиментальные фильмы. Давай уже посмотрим, что ожидает нас в кино на этой неделе. Надеюсь, в прокате появятся сопливые фильмы. Новинка проката – комедия «Телохранитель киллера». Он телохранитель мирового уровня. Его новая работа – охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа есть работа. А смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопросы выживания под большим вопросом. А самых маленьких в кинотеатре ждет эмоджи-фильм. Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию. И только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он хочет стать таким же, как и его собратья. И для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Очень крутой мульт. Буду ждать его, когда он выйдет, как самый настоящий Ждун. Кстати говоря, российская компания Сидиленд выкупила права на использование бренда Ждун. И совсем скоро он обзаведется своим собственным блогом и мультсериалом. Так, в своем блоге Ждун планирует освещать чемпионат мира по футболу, а в мультсериале у Ждуна, возможно, появятся жена и дети. Так что вполне вероятно, что совсем скоро мы увидим Ждунью и маленьких Ждунят. Основной аудиторией мультфильма должны стать дети. Но создатели обещают сделать его интересным для взрослых. Пока что неизвестно, какая студия возьмется за создание мультфильма про Ждуна. Но руководство компании надеется, что зрители смогут увидеть первые серии мультсериала уже в этом году. На сегодня это все. Если вы любите кино так же сильно, как любим его мы, смотрите программу Кита Кайф. С вами была Ирина Вышегородцева. И Мария Ирунич. До встречи на канале 16. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!